Много новых лиц для меня. Я не смог приехать осенью. Я вдруг внезапно очень сильно заболел. Но, как видите, Господь поднял меня. В этих занятиях мы будем рассматривать послание к римлянам. Но мы не будем рассматривать стих за стихом. Я бы хотел поделиться только некоторыми моментами, которые, я надеюсь, ободрят вас, и также дадут вам полезную информацию. Мы будем рассматривать конкретно главы 9, 10 и 11 из послания к римлянам. Мы будем рассматривать эти главы. И частично там затрагивается теология касательно Израиля. В римлянам 10, 1 Написано, «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Этот стих говорит об Израиле, но не только о нем. И интересно, что многие комментаторы часто пропускают эти три главы в своих комментариях. К примеру, я читал комментарии, и те комментаторы, которых я читал, они просто перескакивают через эти три главы и потом продолжают свое толкование. И одна из самых больших проблем в теологических кругах — это то, что эти люди на самом деле больше не рассматривают Писание серьезно, как серьезный источник. Не подумайте, что я пытаюсь обвинять теологов. Не в этом суть. Просто иногда знания превозносятся над Духом Божьим. А нам нужно придерживаться правильного баланса. И эти комментарии часто перескакивают через эти три главы, потому что в этих трех главах конкретно говорится об Израиле. Потому что эти теологи в основном придерживаются теологии замещения или теологии Новой Израиля. По этой причине такие теологи говорят, что эти три главы не особо важны. И проблема в том, что мы начинаем из Писания буквально вырезать те моменты, которые нам не нравятся, которых мы не хотим или которые нас не устраивают. И таким образом, на самом деле, это приведет к тому, что мы останемся всего лишь с несколькими страницами из Библии. И, опять же, те комментарии, которые я рассматривал, они охватывают и разбирают стих за стихом с первой главы по восьмую. А потом идет пропуск, и все, и комментарии продолжаются с двенадцатой по шестнадцатую главу. Таким образом, получается, что эти три главы практически проигнорированы. И эти люди, как бы, говорят, что эти три главы, они просто были добавлены позже, как просто дополнение к посланию к римлянам. Утверждая, что эти три главы не являются основным доказательством или основным утверждением послания Павла. Но, надеюсь, за это время, что мы будем учиться вместе, вы увидите, что эти три главы, они невероятно важны. Потому что они говорят о Божьем плане спасения касательно Израиля и касательно язычников. Также в этих главах мы видим основания для разных важных вещей, которые нам стоит понимать. И нам необходимо три вещи в качестве введения, которые нам стоит понимать. Первое — это место этих трех глав из послания к римлянам. Почему они там находятся? Почему они именно вот в такой хронологии расположены? Почему эти три главы расположены посреди всех этих вещей, о которых Павел говорит? Затем, нам нужно понять три вопроса. Здесь также есть три вопроса, на которые нам нужны ответы. И затем мы будем смотреть на экспозицию Романс 3, 1-2а. И третьим мы рассмотрим отрывок из послания к римлянам с 3-й главы, 1-й стих, по 2-й стих, 1-я часть. Итак, для начала поговорим о том, почему эти три главы находятся именно в этом месте послания к римлянам. И первое, что скажу, что неправильно игнорировать отрывки из Писания. Потому что это игнорирование того, что Бог вложил в эти три главы. Если мы верим, что все Писание Бога духовновенно и дано нам, тогда нам нужно воспринимать и принимать все всерьез. Это то, что я часто напоминаю людям и себе. Что не всегда хорошо и полезно иметь любимую главу, любимый стих, любимую книгу из Библии. Потому что это приводит нас к тому, что мы концентрируемся только на этих отрывках. С другой стороны, конечно, это не так плохо. Но если это приводит к тому, что мы теряем целостность всего Писания, то это становится проблемой. У Бога есть причины на то, почему Он поместил те или иные слова или отрывки в Писание. Более того, главы с 9 по 11, они не добавлены просто как дополнение. И когда мы будем продолжать, я надеюсь, вы поймете, что эти три главы, они ключевые для нашего понимания. И потому что в этих главах говорится о Божьей праведности касательно по отношению к Израилю. О Божьей праведности по отношению вообще к человечеству говорится в Римлянах с 1 по 8 главу. Здесь Павел говорит об отношении Божьей праведности по отношению к человечеству после того, как делает введение в послании к римлянам в 1 главе до 17 стиха. Затем он раскрывает детали теологии Божьей праведности. И он отмечает, что все согрешили и лишены славы Божьей и отошли от Его стандартов, включая все сферы человечества. Затем он говорит о язычниках из Рима с 18 по 32 стих 1 главы. Потом он говорит в Римлянах 2 с 1 по 16 стих он говорит как бы о язычниках, которые имеют культуру. Затем он говорит об иудеях с 2 главы 17 стиха по 3 главу 18 стих. И в 3 главе с 19 по 31 стих Павел уже делает вывод о том, что все на земле согрешили и лишены славы Божьей. Сейчас я отдаю вам введение и об этом мы еще подробно поговорим. И показывая о том, что все, опять же, все согрешили и лишены славы Божьей, неважно, будь то язычники или иудеи, Павел описывает то, что Бог сделал для того, чтобы вернуть человеку праведность. Господь дает праведность через спасение в Яшуа Мессии. И это спасение составлено из трех частей. Из прошлого, настоящего и будущего. Прошлый, аспект прошлого – это как бы оправдание или суд. Римлянам 4.1 до 5 главы 21 стих. И здесь конкретно Павел говорит о том, что тот, кто верует, он оправдан этой верой перед Богом. И настоящее, или аспект настоящего, который составляет спасение, это является освящение. Римлянам 6.1 по Римлянам 8.18. Освящение – это работа Святого Духа в каждой ежедневной жизни верующего, который преображает людей в образ Сына Божьего. И будущий аспект спасения – это слава. Римлянам 8.19-39 стих. И слава, она гарантирована благодаря тому, что верующие освящаются. Благодаря тому, что они освящаются постоянно. И если верующие освящаются, то значит, они будут иметь славу в будущем. Вы понимаете? Это очень важно. Не забудьте, что в конце будет тест. Давайте еще раз повторю. Итак, есть три аспекта спасения. Первый аспект касается прошлого и называется оправдание. Верующий, праведный верующий в Буде, да? У вас все записали? Это было Римлянам 4.1 по Римлянам 5.21. Итак, второй аспект, который касается настоящего, это освящение. Римлянам 6.1 по Римлянам 8.18. Это работа Святого Духа в каждодневной жизни верующего. Благодаря которой верующие преображаются в образ Ишуа Мессии, Сына Божьего. И будущий аспект спасения — это слава. Римлянам 8.19 по 39 стих. И слава будет дана тем, кто были оправданы, которые освящаются, потому что освящение — это продолжительный процесс, непрерывный, пока мы на земле. И до того, как мы встретимся с Ним, мы будем освящаться. И благодаря этому мы будем в итоге как Он, и мы будем иметь Его славу. В конце восьмой главы, когда Павел подводит итог теологии Божьей праведности, Павел утверждает, что в свете всего того, что Бог сделал для верующих в Него, в этом оправдании освящений и прославлений, в этом процессе нет ничего, что может отделить верующих от Любви Божьей. И мы еще об этом поговорим, потому что это является ключевым моментом для понимания, какой должна быть жизнь, которая прославляет и приносит славу и честь имени Божьему. Понимание, что ничего не может отлучить нас от Любви Божьей. Если это просто проникнет через наши твердые лбы, тогда это поможет нам жить и смотреть на это по-другому. То есть ничего ни на земле, ни на небе, ни внизу, ни вверху, ни в этих людях, ни вокруг этих людей не может отделить их от Любви Божьей. И затем Божья праведность по отношению к Израилю. Об этом говорится в Римлянах с 9 по 11 главу. Сделав утверждение о том, что нас ничего не может отлучить от Любви Божьей, можно подумать, что Павел сразу же должен был перейти к практике или объяснению, как практически двигаться в праведности Божьей. Потому что в других посланиях он именно так и делал. Сначала он говорил о теологии вопроса, а потом объяснял практику исполнения этого вопроса. В послании к Ефесянам он говорит о теологии с первой по третью главу, а с четвертой по шестую главу он как раз говорит о применении этой теологии. Но в послании к Римлянам он делает кое-что совершенно иное. После того, как он говорил или объяснял теологию праведности, он не переходит моментально к практике или применению Божьей праведности. Более того, между теологией и практикой он пишет три главы, которые касаются Божьей праведности по отношению к Израилю. Почему он это делает? Потому что в конце восьмой главы Павел пришел к выводу, что в свете всего того, что сделано Богом, в свете Его обещаний, нет ничего, что бы отделило нас от любви Божьей. Итак, сказав все это, если мы хотим понять, что значит, что мы не можем быть отделены от любви Божьей, нам нужно понять, что Павел говорит и пишет в главах с 9 по 11. Некоторые люди могут сказать следующее. Разве у Израиля не было обещаний от Бога? Разве Бог не делал определенных посвящений по отношению к Израилю, которые касались, например, восстановления Израиля? Хотя, если мы сейчас смотрим на Израиль, большая часть населения Израиля находится в неверии, на самом деле. И нашим человеческим взглядом можно всего лишь увидеть, что Бог не исполнил Своего обещания. Но и таким образом можно подумать, что если не исполняются Божьи обещания по отношению к Израилю, как же кто-то может верить, что ничего не может отделить их от Божьей любви? Потому что, если мы смотрим на Израиль, то выглядит все именно так, что они отделены от Божьей любви. Другой причиной, почему нам стоит понимать главы с 9 по 11. это то, что Павел также должен объяснить Божью праведность в его отношениях с Израилем. Поэтому нам нужно понимать, каковы доказательства этого у Павла. И поэтому я сказал до этого, что понимание этих глав будет для нас ключевым для осознания того, что Бог делает. Павел объясняет план или программу для освященного остатка Израиля в это время. и как этот остаток имеет взаимоотношение с Израилем и Церковью. Итак, три вопроса, на которые нам стоит ответить. И Павел отвечает на эти три вопроса касательно теологии Израиля. Первый вопрос. Если то, что написано Павлом в Римлянам 1.16, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Если это так, если Евангелие, во-первых, для иудеев, почему только немногие евреи на данный момент спасены? И ответ Павла находится в Римлянах 9.1-5. Девятый главе к Римлянам с 1 по 5 стих. Он исповедует, что у него есть глубокая любовь и печаль по отношению к Израилю. В Римлянам 9.6-13 Павел говорит о том, что их отвержение Ишуа как Мессии не было свидетельством того, что Бог отказался или не исполнил своих обещаний. И так же он говорит с 14 стиха, что это не произошло из-за несправедливости Божьей. И ответ лежит в 9 главе с 30 стиха по 10 главу 21 стих, где говорится о том, что это было сделано из-за их неправедности по отношению к Богу. Окей. Однако консоляция будет находилась в Римлянам 11, в Римлянам 11.6-10. Просто секунду. Консоляция есть быть находлен. Консоляция? Консоляция, да. Одно слово для консоляции. Комфорт. Ага, комфорт. Но утешение касательно этого вопроса находится в 11 главе с 1 по 10 стих. Это Римлянам 11, 11-22. Комфорт с 11-22? Да. Консоляция. Окей. Что за 11-1-10? Вы сказали что-то. 11-1-10. Да. И спасение праведного остатка по благодати Божьей. Консоляция также находится в этих стихах. Также это утешение можно увидеть в дальнейших стихах с 11 по 22 стих. И принятие язычников Бога. Божьей. Консоляция должна быть видеть в будущем в том, все Исраиль вернет. Также это утешение вот эти стихи с 1 по 22 они касаются времен Павла. Но утешение, которое касается будущего, когда весь Израиль спасется, оно описано в дальнейших стихах 11 главы. где также говорится о восстановлении величия Израиля с 23 по 32 стих. И в итоге в конце этой главы говорится, что это все свидетельства мудрости и ведения Божьего. 11 глава с 33 по 36 стих. Вторая вопрос это как знают что они могут верить Богу когда его предупреждения в Израиле не были выполнены. Второй вопрос, который можно здесь задать, как язычники могут доверять Богу, учитывая, что обещания по отношению к Израилю еще не исполнены. И это логический вопрос, который возникает в свете того, что сказано Павлом в конце 8 главы. И в ответ на этот вопрос Павел дает три утверждения или три тезиса. Первое. что вот эта вот ошибка или то, что Израиль отпал от благодати, это является результатом духовной гордости Израиля. поэтому эта ошибка или вина не касается Бога. Во-вторых, отвержение Израиля не является полным или полноценным, то есть он не полностью отвергнут. были и есть люди, которые не отвергают Ишуа как Мессию. И в-третьих, отвержение Израиля не является окончательным. Потому что Павел говорит, что народ Израиля как весь народ целиком он примет Ишуа как Мессию. И третий вопрос, на который отвечает Павел «Отменяет ли проповедь язычникам обещания, данные Израилю?» «Отменяя»?» И он очень явно и четко отвечает «Нет, не отменяет». Итак, римлянам третья глава, первый и второй стих, первая часть. Это последнее, что я хочу сказать в качестве введения в нашу тему. И в этих главах послания к римлянам с девятой по одиннадцатую Павел раскрывает то, о чем он начал говорить в послании римлянам третьей главе, вот в этих как раз двух стихах, первой, второй, первая часть. И меня много раз спрашивали, что имел в виду Павел? Когда он говорил следующие слова, «Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания?» «Муч в каждом способе». «Да». «Как в каждом способе это, которое он будет с этим трех главах». Великое преимущество во всех отношениях. И раскрывает он это преимущество как раз в этих трех главах с девятой по одиннадцатую. И этот раздел послания к римлянам можно разделить на три части. То есть эти три главы. Первая часть говорит об отвержении Израиля. Об отвержении Израиля. Объяснение. Вторая часть касается объяснения этого отвержения. Почему Израиль отверг Месию. И третья часть говорит об утешении в ответ на это отвержение. Итак, начнем. Теология отвержения Израиля. Римлянам 9, 1-29. Римлянам 9, с 1 по 21 стих. Это стихи, которые говорят о теологии отвержения Израиля. И этот раздел, вот эту теологию, можно также разделить на три части, на три составляющих. Первое это печаль Павла по этому поводу и привилегии Израиля. Второе это отвержение Израиля в свете библейской истории. Сейчас. И третье это отвержение Израиля в свете библейских принципов. Can you repeat that please? There are three in this part it can be divided into three units. Итак, снова эта часть может быть разделена на три составляющих. Первое это печаль Павла по поводу отвержения и привилегии Израиля. Second and thirdly Israel's rejection in light of biblical principles. И третье это отвержение Израиля или Израилем мессианства Ишуа в свете библейских принципов. Okay. You ready? Есть? мессианство Ишуа. То есть получается отвержение Израиля и Лем. Yeah. I had hope to have powerpoint slides ready for you, but it just didn't get done work. I должен подготовить презентацию, но еще они эти презентации в работе. Ну, он говорит. Okay. First of all then, Paul's sorrow and Israel's privileges. Итак, поговорим о печали Павла и привилегиях Израиля. This is covered in Romans 9, 1-5. Это 9 глава с 1 по 5 стих. So, he begins by pointing to his own sorrow and describes his own emotions over Israel's rejection of the Messiah. Павел начинает с того, что он говорит о своих личных переживаниях, о своей личной печали в отношении того, что Израиль отверг Ишуа. Okay, Romans 9 verses 1 to 3. Первые три стиха. I am speaking the truth as one who belongs to Messiah. I do not lie and also bearing witness in my conscience, governed by the Ruach HaChodesh. My grief is so great, the pain in my heart so constant that I could wish myself actually under God's curse and separated from the Messiah, if it would help my brothers, my own flesh and blood. Истинно говорю в Мессии, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Ruach HaKodesh, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Мессии из-за братьев моих родных мне по плоти. Имея вот это иудейское основание, Павел знает, что истина должна быть утверждена свидетельством двух или трех человек. Он присутствует два свидетельства к факту что он имеет глубокую зло из-за Исраиля отверг Исшоа как Мессию. В первом стихе он говорит о том что свидетельствует ему совесть и Дух и Дух Святой. И Павел эти два аспекта приводит как свидетелей касательно его печали. Во втором стихе Павел говорит как факт о своей печали. И греческое слово которое здесь переведено как печаль на самом деле переводится как горечь или состояние которое выражает горечь. И он также говорит что у него непрестанное мучение. Это как бы его физическое выражение его умственной печали его умственной боли душевной. И как бы у Павла есть два свидетеля совести Дух Святой которые говорят о том что в своем разуме он имеет очень сильную печаль и переживание по поводу отвержения. и это приводит даже к физической боли. Это очень интересный концепт. И нам нужно ее понять. возможно ли такое что человек находится в такой глубокой печали что даже переживает физическую боль. так как по сути нет ничего такого что должно было вызвать этот физический боль. Мой ответ на это да. Потому что я сам такое переживал. когда приходит такое духовное давление что ты просто начинаешь взывать к Богу. И перед распятием сам Яшуа был под невероятнейшим давлением что у него аж пот выступал кровью. И наше тело оно реагирует на то что находится в нашем сердце и в наших чувствах. И об этом здесь Павел говорит. У него была такая сильная печаль у него была настолько сильная печаль что это выглядело будто ему причиняет какую-то физическую боль. быть обеспокоенным чьим-то спасением то имею ввиду что насколько мы переживаем за чье-либо спасение это вопрос нам. Были ли мы когда-то на месте Павла или должны ли мы быть на месте Павла? Павел настолько сильно переживал по поводу спасения собственного народа что это отражалось даже на его теле. Я думаю что немногие из нас имели такие переживания. Возможно нам стоит как-то серьезно отнестись к этому. я скажу так не может а я думаю что нам стоит отнестись к этому серьезно и тоже иметь такие переживания за наш народ за нашу семью за наших друзей за тех кого мы встречаем действительно ли мы переживаем за их спасение настолько что что это приводит нас к физической боли. И это давление привело к тому что Павел имел физическую боль. Павел так сильно переживал за свой народ и он также выражает свое желание в третьем стихе. Он говорит что я желал бы сам быть отлученным от Христа. И в греческом вот это вот желал бы быть отлученным оно имеет такой смысл что это непрестанное повторяющееся действие касательно того что остается незаконченным. Павел желает постоянно быть отлученным то есть значение этого слова быть отлученным на уничтожение если бы это привело к немедленному спасению Израиля. Лично для меня это очень серьезный вызов со стороны Павла. это для меня вызов по отношению к тем людям которые меня окружают и которые потеряны которые живут без Мессии в отношении тех кто не знает Его. Другими словами он говорит о том что он готов пойти в ад и в озеро огненное если это приведет к спасению Израиля. И это желание не касается вообще всех потерянных людей но это желание касается конкретно еврейского народа. братья братьев павла по плоти родных ему они не являются его духовными братьями. Это его братья во плоти. Но, тем не менее, он осознает, что такого не будет. Но просто он говорит о своем личном желании. И это бросает нам вызов в отношении того, насколько мы хотим видеть людей, приходящими в Царство Небесное. Затем, в 4 и 5 стихе, Павел перечисляет все преимущества и привилегии Израиля. The people of Israel, they were made God's children. The Shekinah has been with them. The covenants are theirs. Likewise, the giving of the Torah, the temple service and the promises. The patriarchs and theirs are theirs. And from them, as far as the physical descent is concerned, came the Messiah, who is overall praised the Adonai forever. Amen. То есть, израильтян, которым принадлежит усыновление и слава и заветы и законоположение и богослужение и обетование. Их и патриархии и от них Мессия по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. И перечисление этих привилегий и преимуществ было сделано Павлом для того, чтобы показать, что они на самом деле должны были принять Ишуа как Мессию, но они этого не сделали. Другими словами, у них была вся информация, все знамения и чудеса. Подтверждающие в течение всей истории Израиля, каким должен быть Мессия и что Он будет делать. И эти все чудеса, знамения и вся информация, она была дана через вот эти вещи, которые здесь Павел перечисляет в 4-5 стихе. Что они были сделаны Божьими детьми. Слава Шихина Божья была с ними. Бог дал им заветы и Тору и храм и другие обещания. И во всем Танахе непрестанно показывалось о том, кто будет Мессией и как Он придет. Тем не менее, Израиль как народ не принял Его. Это было их вина, не вина Бога. И Павел ведет к тому, что это была их вина, а не вина Божья. Дальше, если они не верили, что эти привилеги и прерограды не гарантируют их спасение, я продолжал, потому что вы бы это переводили правильно. Дальше, он делает то, что если они не верили, эти привилеги, и прерограды не гарантируют их спасение. Более того, он говорит, что если они не уверуют или не будут верить, то все эти привилегии и преимущества не приведут их к спасению. И дальше, он говорит об усыновлении. Павел говорит о том, что Израиль был усыновлен как народ, то есть, это был весь Израиль, весь народ был сыном Божьем. Эксидус 4, verse 22. Исход 4, 22. Эксидус 4, verse 22. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. В тот момент Бог говорит о том, что он усыновил Израиль как бы как народ, сделал его как сыном народом. Мы как верующие в Иешуа Мессии, мы стали, каждый лично стал усыновлен Богом или удочерен. Израиль является как бы народом, сыном. И Израиль никогда не было отменено это усыновление, эта позиция и это наследие Израиля. Исайя 63, verse 16. Исайя 63, 16. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое Искупитель наш. Иеремия 3, 17-19. И в то время они называют Иерусалим к throne of the Lord и все народы будут 集аны в ней в имя of the Lord в Иерусалим. Нито они не не walk anymore after the imagination of their own evil heart. In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given them for an inheritance unto their fathers. But I said how shall I put you among the children and give you a pleasant land a godly inheritance of the host of nations. And I said you shall call me my father and shall not turn away from me. В то время назовут Иерусалим престолом Господа и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву и пойдут вместе из земли северной в землю которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я как поставлю тебя в число детей моих и дам тебе вожделенную землю прекраснейшее наследие множества народов и сказал ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Также можете записать Иеремия 31 9 Иеремия 31 20 И 20 И 20 И в этих отрывках Танаха мы видим что Божье ожидание Божье желание было стать отцом для народа И часто мы думаем что это идея взята из Нового Завета но если посмотреть внимательно эта идея витает по всему Танаху потому что отношения которых жаждал Господь с Израилем это были отношения между отцом и сыном дальше мы читаем в римлянах 9 главе что от них слава или шахина Божья видимое проявление Божьего присутствия эта слава принадлежала Израилю это исход 13 исход 13 20 21 И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа и расположились Станом в Ефаме в конце пустыни Господь же шел перед ними днем в столпе облачном показывая им путь а ночью в столпе огненном светя им дабы идти им и днем и ночью и этот столб огненный был физическим явлением того что слава Божья была среди них среди Израиля Бог показывал что они могут иметь Его присутствие в своей среде еще можем увидеть в исходе 16 10 стих исход 24 9 11 24 15 19 исход 40 34 38 все эти отрывки говорят о шахине славы как о видимом проявлении Божьей славы Божьего присутствия в третьих в римлянах 9 главе 4 стихе говорится что их заветы особенно те четыре вечных и безусловных завета которые Бог заключил с Израилем к которым относятся завет Авраама завет земли завет Давида и новый завет это отдельное учение но у нас нет времени рассматривать отдельно заветы но важно знать и помнить эти заветы они безусловны и вечны они не изменятся и у них как бы нет условий вы понимаете что я имею ввиду имеется ввиду что народу Израиля не нужно ничего делать касательно вот этих заветов есть заветы которые основываются на определенных условиях то есть там есть определенные условия для того чтобы получить обещания сказанные в этих заветах затем павел говорит о том что Израиле даны дана тора или инструкции для жизни, что мне больше нравится. Потому что, когда мы говорим «закон», это заставляет нас думать о чем-то, что давит на нас. Лучше всего сказать, что Тора — это инструкция для того, чтобы жить хорошей жизнью. И это приводит к тому, что мы можем сказать, что был завет, который был временным, и он был основан на определенных условиях. Это завет Моисея, который содержал закон Моисея. Это исход 19 глава 16 стих по 20 глава 1 стих. Исход 19 глава 16 по 20 глава 1 стих. Затем Павел говорит о том, что Израилю было дано богослужение или храмовое служение. Это включает священников или священство, институт левитов и всевозможные приношения жертвы. Это что-то, которое реагировано в Хебрус 10, 1-3. И мы взглянем на этот текст. Хебрус 10, об этом также говорится в Евреям 10 с 1 по 3 стих. Павел говорит о том, «Закон…» «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах». Шестая вещь, о которой говорит Павел в этом отрывке, это обетование или обещание. Особенно мессианские обетования. обетование о первом пришествии, о втором пришествии, и установление мессианского царства, через которое он будет править всем миром в общем и конкретно Израиле. Седьмое, о чем говорит Павел, это отцы или патриархи. Авраам, Ицхак и Яков. Авраам, Ицхак и Яков. Окей. Это второзаконие 10. 14 и 15. 14 и 15. Евреям 11. Верс 1. С первого. Окей. Евреям 11.1 по 12 главу, 2 стих. Окей. Евреям 11. Евреям 11.1 к Евреям 12.2 С евреям 11 глава, 1 стих, по 12 главу, 2 стих. Благодаря патриархам был утвержден и основан еврейский народ. И одно из библейских определений того, кто такой еврей, это тот, кто является потомком Авраама, Ицхака и Якова. Окей. И восьмой пункт того, что принадлежит Израиле, это Сам Мессия. И в отношении Мессии Павел делает три утверждения. Первое. Это плоть. Павел подчеркивает то, что Мессия пришел в теле человека. Что он был рожден евреем. То есть он имел физическое отношение к Израилю. Матфея 1.1 Первый стих. Галатам 4.4 И в Евреям 7.13 И в Евреям 7.13 Павел подчеркивает Павел подчеркивает что Мессия belongs к Израилю это что-то, что Ешуа himself affirmed когда он заявил что он не пришел но к нему лошадей из дома Израиля. Павел подчеркивает что Мессия belongs к Израилю Утверждение Павла касательно того что Ешуа принадлежит еврейскому народу подтверждено самим Ешуа когда он говорит что он пришел только к заблудшим овцам Израиля. Второе, о чем говорит Павел это то, что он над всем он превыше всего что говорит о его суверенности. И третье и последнее это то, что он благословенный во веки Бог сущий над всем. То есть Павел здесь подчеркивает его божественную природу. Не забывайте что вы можете записывать вопросы о которых мы потом поговорим. Теперь поговорим о отвержении Израилем Мессии в свете библейской истории. Это в 9 главе с 9 по 13 стих. И в 6 стихе говорится как бы о двух Израилях. В 6 стихе говорится «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Павел начинает со слова «но». Как бы показывая, что он сейчас сделает определенное объяснение. И проблема не в том, чтобы обещание Божье или Слово Божье не сбылось. Он здесь очень четко говорит, что Божье обещание и Его Слово, оно не проходит, оно не потеряло силу. И Павел здесь использует историю, библейскую историю, чтобы показать, что не все те, кто являются просто детьми Авраама от его семени, что они все являются Израилем. Тем не менее, они имеют определенное благословение благодаря тому, что они потомки Авраама. Однако, есть благословения, которые приходят только при исполнении определенных условий. Духовные благословения, касающиеся спасения, не связаны просто с как бы физической связью с Авраамом. Потому что просто физическое наследие его недостаточно для получения спасения. Физическая связь, она касается Завета Авраама. Но есть еще другие требования. И этот стих, он является ключевым для вот этого раздела, для этой части. И вот это слово, которое здесь у нас переведено как «не сбылось», оно на самом деле переводится как «прийти к неисполнению или просто отпасть». Поговорим о двух иллюстрациях, которые мы видим с 7 по 13 стих в 9 главе. После того, как Павел говорит о двух Израилях, о том, что есть разница между праведным остатком Израиля и всем остальным Израилем, Павел дает две иллюстрации из Танаха. Первая иллюстрация касается Исмаэля и Исхака с 7 по 9 стих. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исхаке наречется тебе семя, то есть не плотские дети судь дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование в то же время приду и у Сары будет сын. И цель этой первой иллюстрации первой целью является целью этого отрывка показать, что только верующие, которые принадлежат семени Авраама являются настоящим Израилем. И совершение вот этого призвания или вот этого действия в вере является Божьим призывом. In other words, salvation to those of natural descent was limited by divine grace. Okay? So, in other words, salvation to those of natural descent, natural according to Авраам, спасение физических потомков Авраама was limited by divine grace. ограничено Божьей благодатью. Okay? Now, we see this when Yeshua is challenged by the Pharisees and the Sadducees. And at one point the Pharisees say we are not slaves or we are not unborn but we are of the seed of Avraham. And помните, когда они говорили, что мы не от любодеяния рождены, мы являемся детьми Авраама. And Yeshua then says if you were the true seed of Avraham, you would know who I am. But because you do not recognize me, you are not of the seed of Avraham. Okay? Both Ishmael and Yitzhak were physical sons of Avraham. And Ishmael and Yitzhak were physical sons of Avraham. but Yitzhak was sustained through the Avrahamic covenant. But only Yitzhak was sustained through the Avrahamic Because of divine calling. Because of divine calling. Yitzhak was a Jew. Yitzhak was a Jew. But Ishmael was not. Ishmael and Yitzhak Okay? Not physical descent only, but to that branch of physical descent that God promised. Okay? Yeah, I know it gets difficult. Okay, let me try and break it down a little bit for you. Okay, what we're talking about here is not physical what we're talking about here is that physical descent on its own is not enough. То есть я имею ввиду, что физического физической принадлежности недостаточно. But you have to belong to that branch or that connection of physical descent that God promised. Нужно принадлежать нужно иметь ту физическую связь, которую пообещал Господь. Okay? Go back to the verse here. Вернемся к стиху. Indeed, not all the descendants are seed of Abraham. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано в Ицхаке наречется тебе семя. И в девятом стихе сказано «А слово обетование таково». В это же время приду и у Сары будет сын. То есть Бог здесь хочет показать, что только через его обещание и его слово сынами станут именно те, кого он хочет видеть своими детьми. И обещание сына было дано Саре, а не Агаре. Хотя и Ицхак были физическими детьми Авраама, но Ицхак был сыном обетования. То есть он был и физическим семенем, и духовным семенем. И оба эти аспекта очень важны. И вторая иллюстрация это Исаф и Яков. С 10 по 13 стих. И даже более к примеру это рихва И не одно это. Но так было и с Ривкой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Ицхака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Павел как бы продолжает, в первом случае он говорит, что у детей был один отец на две разные матери. А в этой второй иллюстрации оба сына имели одних и тех же родителей. И они были двойняшками. И снова здесь Павел говорит о Божественном избрании. И разные судьбы зависят от Божьего избрания. Не от связи, родской связи. И весь этот план исполнялся согласно Божьему избранию. И это не голосованием. Это Его суверенная воля. И во всем этом у Него есть цель. И Павел цитирует Бытие 25-23. И он здесь говорит о том, что хотя двое этих людей, они были родоначальниками своих родов, Он говорит, что еще когда оба сына были в утробе матери, уже было решено, кем будет унаследовано обещание Авраама. И чтобы доказать это, Бог избрал Исаву, Якова. В 13-м стихе Павел цитирует Малахию 1-1-3. Здесь не стоит вопрос о том, что Бог любит одного больше, другого меньше. Здесь буквально в этом стихе есть такой смысл, что Бог взял Якова, чтобы он был его, чтобы он ему принадлежал, а Исава, как бы, отложил в сторону. Здесь Бог сделал только одного сына, как бы, получателем мессианского обещания. Здесь не вопрос, как бы, личной приязни кому-то. Бог просто, как бы, одного избрал, а другого отложил. То есть, другими словами, вот, предположим, есть царь, и у него есть близнецы, или есть... Двое сыновей, двойняшек, кто унаследует царство. В какой-то момент царю придется выбрать одного из двух. Очень редко, когда царство унаследовали сразу двое. То есть, другими словами, Бог здесь делает выбор, вот как этот царь, который должен избрать, кто будет править в следующем. Понимаете? И через эти иллюстрации Павел делает четыре утверждения. И я уже раньше говорил, когда здесь раньше учил, что если я говорю четыре пункта, или четыре важных аспекта, то вы следите за мной. Потому что там будет... это будет использовано в тесте. Итак, Павел здесь, как бы, дает четыре пункта. Первая мысль. Даже, несмотря на то, что Израиль отпал, Божье Слово, оно не потеряло свою силу. Божий план продолжает исполняться. И все происходит согласно Его плану. Второй пункт. Благословение не передается только посредством физического наследия или какого-то имущества. Нельзя говорить, что Авраам мой отец, если человек не живет согласно завету и условиям завета. Если человек не живет согласно завету Авраама, или нельзя получить это, просто совершая какие-то определенные вещи. Третий пункт. Третий пункт. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Четвертая. А чего вы не записали? Что? Румы недостаточно? Окей. Can you repeat second and third, please? Second and third. Окей. Let's run back then. First of all, although Israel has failed, God's word has not failed. Первое. Израиль отпал, но Божий план не перестал. Слушайте, может вы переведете? Первое. Израиль отпал, но Божий план действует. И все исполняется по его плану. Второе. Духовные благословения не передаются просто через физическое наследие или имущество. третье. Благословения приходят через Божью благодать и его... Again, please. Can you repeat this, please? They come by the grace of God due solely to the will of God. And also by the will of God. Okay? Thank you. Four. Еще раз? Благословения приходят по благодати и по воле Если есть вопросы, вы записывайте и потом мы к ним вернемся. Okay? Четвертое. Yes? Четвертое. И только физические наследники не получат эти обещания. They are obtained by physical descent and its spiritual appropriation. Благословения получают физические наследники, которые двигаются также и в духовных обещаниях и в духовных условиях. То есть, нужно исполнение и физических условий и духовных условий. То есть, это должно быть семя духовное и физическое. Okay? What Paul is not saying and indeed will not say is that the promises were taken away from physical Israel and given to the church. Он не скажет о том, что благословения были отняты о физического Израиля и даны церкви. Okay? Потому что этого нет. Он говорит о чем? О том, что эти обещания даны физическому Израилю. Но только той части физического Израиля, которая верует. Okay? Как написано в 1 Петра 2 главе с 1 по 10 стих. 1 Петра 2 1 Петра 2 1-10 2 Петра 2 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 3 2 Петра 2 2 Петра 2 1 Петра 2 2 Петра 2 Важен 10 стих здесь говорится, что некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Здесь имеется в виду, и здесь это обращение касается Израиля. И смысл таков, что раньше, хотя вы и были народом, но на самом деле вы им не являлись в Моих глазах. Но теперь вы стали им, потому что приняли милость от Бога через Ешуа Мессию. Еще хочу коснуться 9 стиха. Например, английский перевод очень тяжело иногда в нем разобраться. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, купленные дорогой ценой. Здесь очень важно, чтобы вы понимали, что особенно вот этот пункт, люди, купленные дорогой ценой, там, где у нас написано, люди взятые в удел. Да, здесь должен быть именно такой перевод, что люди, которые куплены дорогой ценой, которых заплачена дорогая цена. И поэтому вы должны возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, если взять более точный перевод, 9 стих говорит следующее. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, за которых заплачена дорогая цена, чтобы вы возвещали совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И это обращение именно к Израилю. И в это включены язычники, но об этом мы позже поговорим. Будем идти шаг за шагом, хорошо? 1 Peter 2, verse 9. Okay, this is another way of translating this, okay? But you are a chosen people, the king's kohanim, holy nation, a people for God to possess. Еще есть, еще можно подруг, есть еще другой перевод. Но вы избранный народ, цари и священники, народ святой, the last part. A people for God to possess, to own, to... Yeah, I understand. Люди, как бы, народ Божий, которые призваны к тому, чтобы владеть. Okay? To have been bought for a price, like a slave. Yeah? Who been? Ah. Которые взяты во владение. Yeah, we have the same translation in Russian. То есть... Okay. То есть вот это вот именно фраза «Люди взяты в удел» или «Те, которые куплены как рабы». Но самая важная здесь... Самый важный момент — это то, почему мы являемся таким народом. You see, God's original plan with Israel was that they would be His light to the nations. Потому что изначальным планом, планом Божьим для Израиля было то, чтобы Он был светом для других народов. Чтобы Израиль был свидетельством для других народов. Чтобы через Израиль все остальные народы увидели, каким есть Бог. Но в отношении этого Израиль не справился. In the same way, Peter is telling us here, that as believers in Messiah, we are again a chosen people. Но Петр здесь говорит, что как верующие в Мессию, мы снова стали Его народом. И мы даже призваны быть священниками. Чтобы мы были свидетельством этому миру. Чтобы мы утверждали и являли Отца всему миру. Чтобы мы во тьме были светом. Следующий момент, которого мы сейчас будем касаться, это отвержение Израилем в свете библейских принципов. Об этом говорится в Римлянам 9, с 14 по 29 стих. Римлянам 9, с 14 по 29 стих. Павел поднимает два вопроса и дает на них ответы. И первый вопрос это является ли Бог неправедным? И второй вопрос, почему до сих пор Бог как бы обвиняет в неправильных поступках? Вообще. Римлянам 9, 14 по 18. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Первый вопрос, который мы здесь видим в 14 стихе, это что же скажем? И всякий раз, когда Павел об этом говорит, это значит, что что-то должно быть какое-то отрицание. Следующий вопрос, который следует за этим, это «Неужели неправда у Бога?» То есть, другими словами, Павел говорит, что «Неужели Бог свою милость является только тем евреем или той части Израиля, которая уверовала». И этот вопрос также ожидает с нетерпением отрицательный ответ. Другими словами, Павел говорит, что это не так. И он дает здесь три, в качестве ответа дает три пункта с 14 по 18 стих. Нет, ну на один вопрос, который вот «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» На это он дает один ответ в виде трех пунктов. Первое – это как бы запрет. Вот это слово, которое у нас переведено, которое переведено как «никак» на греческом, оно имеет такой смысл, что «Да не будет этого никогда» или «Да вообще да уйдет всякая подобная мысль». То есть, в греческом это самое сильное отрицание. Или по-русски мы можем сказать так «Никогда в жизни». Невозможно. Второй аспект этого ответа говорит о том, что у Бога есть право поступать так, как Ему хочется. В пятнадцатом-шестнадцатом стихе. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Другими словами, это не зависит от человека, а зависит от Божьего желания. Okay, Paul is quoting here from Exodus 33, verse 19. Здесь Павел цитирует исход 33, девятнадцатый стих. Если благоволение к Моисею было настолько сильное, то есть, Божья милость здесь говорится о том, что Божья милость, она была как бы свободной, бесплатной. Okay, how much more will it then be to others? То тем более, насколько более свободная и более как бы доступная она есть для других. This is the implication of what is being said here. Okay, this is the implication of what is being said here. То есть, в этом смысл того, что здесь сказано. И Моисей был самым кротким человеком на земле, об этом говорит Библия. Но его кротость, она не влияла на Божью милость. Божья милость, она не зависит от каких-либо достижений человека. Потому что, если бы это касалось Моисея, то есть, если бы кротость Моисея как-то влияла на Божью милость, то тогда то же самое может произойти с каждым из нас. И после этого Павел делает вывод, логический вывод в 16 стихе. И он начинает со слов «и так». Что показывает, что он дает логический вывод. Основанный на том, что только что было сказано. О том, что милость не зависит от человека, от его желаний, или его усилий. Не зависит от человеческих дел. Но она зависит только от Божьей благодати. Милость. И он изливает свою милость на ту часть Израиля, которая верит. Другими словами, на праведный остаток Израиля. В 17-18 стихах. Мы видим третий аспект ответа из исхода 9-16. Ибо Танах говорит фараон, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Павел еще одно местописание цитирует, чтобы доказать Божий суверенитет. Чтобы доказать, что Бог абсолютно свободен в своих решениях и своих взаимоотношениях с человеком. И Божья доброта, она видна в отношениях с Моше, с Моисеем. Но с фараоном видно действие ожесточения Божьего. Здесь говорится о том, что Бог поднял фараона в этот конкретный отрезок истории, поставил его на трон, чтобы показать, как действует Божья справедливость. У Бога была и конкретная моментальная цель, то есть цель для того момента, для того отрезка истории. И у Бога в то же самое время Он решал долгосрочную задачу и долгосрочную цель в этот момент. И целью для того момента было показать Божью силу. А долгосрочной целью было то, чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. И спустя сорок лет, например, это исполнилось, когда Егошуа бен Нун, Иисус Навин, вошел в землю ханаанскую, и все народы боялись Израиля из-за того, что Бог сделался Египтом. Это Иисус Навин, вторая глава 8-11 стихи. И затем Павел делает еще один логический вывод в 18 стихе. О том, что Бог, кого хочет, того милует. И снова же, Моше является примером избрания для милости. А вот этот отрезок, кого хочет, того ожесточает, касается фараона, и говорится о том, что Бог может ожесточить сердце. Другими словами, праведный остаток Израиля, который верует в Ешуа как Мессию, является получателем Божьей милости. А те, кто не верует, являются примером Божьего ожесточения сердца. На этом остановимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова